Дата была установлена в память о восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. И хотя ее отмечают по всему миру, в России к ней особое отношение. В мире было 18 миллионов узников, из них 11 погибло. Из этих 11 5 миллионов – это граждане Советского Союза. И что самое печальное, из них 2 миллиона – это дети. Это страшная утрата, которую понесла наша страна. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – это еще один повод вспомнить о том, сколько горе принесла Вторая мировая война и как важно хранить мирное небо над головой. Такими акциями мы показываем, как мы сплоченные, как мы готовы к тому, чтобы не допустить того, что было уже. И, соответственно, молодое поколение вот это все видит. И я считаю, что такие уроки мужества, они необходимы и они нужны. Николай Михайлович Родионов возглавляет районную ветеранскую организацию бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В 43-м году ему было 8 лет. В своем выступлении он поделился своими воспоминаниями. А мы по улице ходили, собирали, где корочка валялась. И их, значит, кто-то бросил кусок хлеба недоеденного. И перед нами выкатывают тележку, а там ребенок. Я не знаю, кто там, мальчик или девочка. Обожженная вся вот, комок. Свою историю может рассказать каждый ветеран, стоящий сегодня перед памятником узникам фашистских концлагерей. То, что эти люди остались в живых – настоящее чудо. Именно для них прозвучали стихи, проникновенно исполненные учеником 7-й видновской школы Денисом Мальцевым. Ну а те, кто дождался победы, до сих пор не верят тому, что ушли навсегда страхи и беды, до сих пор проклинают войну. В этот день по всему миру люди возлагают венки и цветы к мемориалам. И так же, как и в Видном, вспоминая тех, кто не дожил до освобождения, замирают в минуте молчания. На этих встречах школьники учатся тому, как важно оставаться человеком даже в самых ужасных условиях, и как сохранить силу духа, непокоренные. Именно так написано на памятнике и на медалях узникам фашистских концлагерей. Мы знали про десятки миллионов жертв, мы знали, сколько миллионов погибло. Но когда ты непосредственно общаешься с человеком, который рассказывает, тут уже даже слов нет, понимаете. Сразу отрабь берет какая-то, и ты вот просто замираешь. Этот вечный огонь у памятника победы в центре Видного горит в том числе и в память о тех, кто погиб в фашистских концлагерях. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.